Церковь Русская, красуйся, великуй! 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 Церковь Русская, красуйся, великуйся, 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 великуйся. уверены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их. Какими же способностями и духовными качествами должен обладать архиерей, чтобы достойно исполнить все повеленное от Господа? Немало об этом сказано и написано за двухтысячелетнюю историю христианства. Однако весь опыт церкви свидетельствует о трех важнейших принципах, без которых невозможно благоуспешное служение. Это синергия, то есть соединение, сочленение божественной и человеческой воли, послушание и евангельское целеполагание. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может творить ничего, говорит Господь. В памятовании об этом да пребудет в сердце твоем во все дни жизни служение твоего. Вместе с тем потребуется постоянное пребывание в послушании у Бога и священно-началия, ибо Христос сам смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, а потому смирение для любого церковного служителя, от панамаря до патриарха, не является проявлением слабости, но является проявлением силы духовной, осознание самого важного, что скрепляет церковь не в обычный человеческий коллектив, а в духовную общину, которую апостол Павел именует телом Христовым. И тебе также необходимо будет подвязаться к примеру подвига положника Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, отдавшего себя за жизнь мира. Все это и многое другое надлежит совершить ради достижения главной цели для всякого христианина «Обретение вечной жизни в невечернем дне Царствия Божия». А посему следуй сам и призывай клир и паства руководствоваться евангельской иерархией ценностей, которая со всей ясностью выражена в словах Спасителя «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Господь ждет от служителей своих твердой веры и смирения, внутренней чистоты и жертвенной любви. Тебе предстоит совершать все это в мире, где насаждаются принципы, противоположные высоким нравственным идеалам и закону Христову. Неложным духовным ориентиром и действенным подспорьем в предстоящем тебе служении, да будут слова святителя Филарета, митрополита Московского, твоего небесного покровителя. Пусть клевещут на истину, пусть ненавидят любовь, пусть убивают жизнь. Истина оправдается, любовь победит, а жизнь воскреснет. Какие могут быть сомнения и страхи у православных людей, если ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим, и если эти таинственные и мистические силы не способны отлучить нас от любви Божией, а значит от самого Бога, может ли человеческая злоба и ложь, и клевета сделать все это? Никогда! Если сам епископ, сам христианин не возжелает, разумно или неразумно, отойти от Создателя и Бога своего. Во всех обстоятельствах жизни и служения тебе следует помнить о том, что именно Церковь призвана быть местом встречи человека с Богом, ковчегом спасения, общим домом, построенным на фундаменте веры, любви и надежды, ответом на все вызовы и противоречия мира сего должно быть наше твердое стояние в правде Божией. К этому призваны приходские общины, пребывающие в мире единомыслии, укорененные в святоотеческой традиции и имеющие центром своего бытия божественную литургию. Сегодня, когда многие люди разделены по социальным, политическим, национальным и другим признакам, и когда все эти разделения так очевидны для всего общества, когда все эти разделения несут в себе потенциал вражды, ненависти, конфронтации и лишины всяких нравственных ориентиров, неложным критерием истины для нас должна оставаться Церковь и провозглашаемая ей Божья правда. Помните, как же нужно о том, что Церковь посреди этого волнующегося житейского моря несет особую миссию примирения, потому что только она и способна соединить правое и левое, разделенное, как кажется, навеки, потому что объединяет не вокруг человеческой мудрости людей, а вокруг Слова Божия. Именно поэтому необходимо епископу научиться созидать и хранить в себе обостренное пастерское чувство, помогающее более глубоко проникать в реальную жизнь и духовные проблемы современников, среди которых немало тех, кто все еще пребывает в неспасительные ограды Церкви, посему первостепенную значимость обретают ныне миссионерские и просветительские труды, работа с детьми и молодежью, социальное служение и благотворительность. А теперь, после того, как ты в соответствии с установившейся традицией внял слову назидания, приими из моих рук сей жезл видимый символ епископской власти и от плотноты неспосланных даров преподай благословение народу Божию вместе с нами усердно молившемуся о тебе во время совершения архиерейской хератонии. «Опираясь на постах сей, с отчаянием шествуй к пастве своей, ожидающей совместных трудов на Ниве Христовой, и да поможет тебе Господь быть образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в верности и в чистоте, дабы предстоящее служение было непреткновенным и душеспасительным, исполненной отеческой заботой, в веренном тебе словесном стаде. Аминь. Звучит песня «Опираясь на постах сей, в земле русская, роде святых, украшай свой дам, в небе божественны, в небе сон святым прославит». Субтитры создавал DimaTorzok «Опирам» неINTER mutуясь на дам. Субтитры создавал DimaTorzok